Весной так и тянет выбраться на природу и устроить пикник на даче или в ближайшем лесу. Однако стоит проявлять осторожность. Эксодовые клещи – паразиты, способные переносить опасные заболевания, в это время года особенно активны. Что делать, если клещу удалось присосаться к коже? Рассказывает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального неэпидемия логии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Удалить клеща. Извлечь паразита можно в любом травм, пункте или же сделать это самостоятельно. Удалить клеща дома можно при помощи специальных приспособлений, которые продаются в аптеках, клещевых отверток или ручек лассо. Если ничего подобного под рукой не оказалось, возьмите прочную нитку, аккуратно обвяжите ее вокруг хоботка клеща, скрутите концы нити и потягивайте их вверх. Вращательными движениями удалите клеща, обработайте ранку антисептиком. Нельзя мазать клеща маслом и едкими жидкостями. Это только повышает возможный риск передачи инфекции. Удаленного клеща нужно отвезти на исследование в лабораторию. Это пациент, как правило, делает сам, даже если паразита удаляли в травмпункте. Желательно доставить клеща живым, поэтому поместите его в прозрачную емкость с травинкой и кусочком влажной ткани. Впрочем, если лаборатория проводит диагностику методом ПРЭ, сохранять клещу жизнь не обязательно. Исследование клеща проводится на наличии основных возбудителей клещевых инфекций – вирусного клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. Если выяснится, что клещ инфицирован, нужно обратиться к врачу-инфекционисту для назначения профилактических мероприятий. Если клещ оказался переносчиком возбудителей бактериальных инфекций, чаще боррелиоза, а также анаплазмоза и эрлихиоза, врачом назначается профилактический курс антибиотиков. Если же лабораторное исследование паразита обнаружит вирус клещевого энцефалита и пострадавший не вакцинирован от этого заболевания, в течение короткого времени, не более четырех суток с момента укуса, проводится экстренная серопрофилактика, вводится противоклещевый иммуноглобулин. Через месяц желательно сдать анализ крови на наличие антител к возбудителям клещевых инфекций методом ИФА или иммуночипа. Важно! На территориях, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, их список представлен на сайте Роспотребнадзора, проводится вакцинация от этого заболевания. Но необходимо помнить о том, что вакцина способна защитить только от энцефалита, а прививок против других клещевых инфекций, в том числе от эксодового клещевого боррелиоза, который распространен на всей территории нашей страны, не существует. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. С вами была Алиса Иванова.